И снова Москву атаковала группа дронов. Как заявило Министерство обороны России, украинские БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарафаминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории Москвы-Сити. Из-за атаки дронов временно приостановил работу аэропорт Внуково. Многие рейсы перенаправляли в другие московские аэропорты. Сейчас Внуково работает в штатном режиме. В Московском департаменте транспорта сообщили, что после взрыва в Москва-Сити на время работы оперативных и экстренных служб изменены несколько маршрутов движения автобусов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала Соловьев Live сравнила удары украинских дронов по комплексу зданий Москва-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Давайте посмотрим другой пример. 11 сентября, башни Близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка. Она как будто повторяется. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не поддержал заявление Захаровой, добавив, что комментировать воздушные удары беспилотников должны военные эксперты. Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не поощряет и не способствует атакам ВСУ на российской территории. При этом Кирби подчеркнул, что США продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для успешного контрнаступления. Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России. Они сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал. Мы не поощряем атаки по территории России и уж тем более не способствуем их совершению. Мы действительно хотим сосредоточиться на том, что происходит на территории Украины. ВСУ добиваются успехов, и мы будем продолжать обеспечивать их всей необходимой техникой. Между тем, Даг Бендо, эксперт Института Катона, полагает, что за сегодняшним ударом по Москве стоят украинские вооруженные силы. У меня нет никаких сомнений, что дроны украинские. Президент Зеленский заявлял, что война дойдет до Москвы. И вот очевидный способ того, как Украина может донести войну до дома русского народа. Я не верю, что операция под ложным флагом вероятна, если имели место законные атаки беспилотников. Украина продемонстрировала, что может поразить Москву беспилотниками. И атаки беспилотников на Москву носят скорее политический, чем военный характер. Вы знаете, они не окажут прямого влияния на боевые действия, которые идут в Украине. Но идея состоит в том, чтобы принести войну русскому народу, особенно элите, которая живет в Москве, столице, показать, что они также являются мишенями. За последний месяц это уже четвертая атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Санжар Хамидов, Голос Америки, Вашингтон.